всем привет с вами дмитрий михайлов вы на моем канале коммен бай сейчас перед вами котел конденсационным протем гепард для тех кто не знает у него можно праздновать в воде системы дымоудаления первый вариант на улицу второй вариант в шахту третий вариант прямой смотрите инструкции там все написано варианты сборки рекомендации по установке дымоходов по выводу газа по доступа воздуха извне в камеру сгорания прежде чем приступить к работе надо посмотреть инструкцию здесь вариант следующий будет здесь будет стоять раздвоитель я вам позже его покажу наверху стоит когда уже соберу а если вы знаете что у вас будет висеть газовый котел любой топительное оборудование и надо делать дымоход то постарайтесь сделать таким образом не штукатурить и не не по то есть можете но не красить стены потому что сейчас будет проделана грязная работа будем скорее всего либо коронка либо перфоратором в керамзитобетонном блоке делать отверстие не знаю с какой стороны будем заходить либо давайте сверху покажу здесь вот две шахты керамзитобетонный блок у него две ячейки до 100 на 200 в одну мы загоним трубу газовую будет дымоход кислотоустойчивая 316 нержавейка во вторую меня заказчик попросил я с ним согласен загильзовать трубу от начала до конца для подачи воздуха в камеру сгорания конечно это все подсоединить все мы приступаем к работе вы смотрите я думаю это видео будет кому-то полезно много у меня объекта где я подключаю кондиционные котлы их реально очень много вариантов здесь надо просто открывать инструкцию смотреть и помимо инструкции еще надо знать строительные нормы в той стране где или в том регионе где вы работаете продолжение разговора я вам сейчас покажу какая труба будет устанавливаться конечно для газового котла так кондиционно два выбора два варианта либо айси 316 нержавейка в ней 304 не надо сюда ставить 304 нельзя есть определенные требования читайте инструкцию и инструкция раз и строительные нормы это два у нас республики беларусь все прописано что на конди сатике должно быть 316 марка нержавейки здесь будут использоваться такие вот сегменты не знаю 45 взял на всякий случай но это все сегменты будут цель натянуты углы 90 тоже цель натянутые труба идет самый важный элемент который для кондиционных котлов необходим это вот это вот газоплотная резинка вот такая вот резиночка для чего она необходима потому что трубы проходят испытания на плотность на давление и без этой резинки не сертификат не получите для того чтобы использовать для кондиционного котла вверху конечно будет вот такой вот сегмент это утепленная труба 80 на 140 и насадка верхняя сюда потом кольцо уплотнения станет я вам обязательно покажу и под воздух сейчас вам покажу под воздух потому что есть что сказать по этому поводу смотрите так как здесь одно из условий было нагильзовать трубу под воздух блок у нас сотого диаметра идет 100 на 200 поэтому будем загильзовать такими вставками а вот такие трубы ни в коем случае нельзя использовать под кондиционные котлы но я вообще их не использую под газовые котлы потому что ушел от этого очень давно сейчас покажу почему потому что мне иногда в комментариях пишут почему для кондиционного котла у меня газовщики пришли сказать забраковали трубу написали предписание и на переделку объясняю почему есть производитель особенно конденсатников касается смотрите как здесь система собирается вот вам угол 90 градусов он во первых цель натянута здесь ни одного соединения нету ничего не потечет поэтому здесь либо пластик должен стоять либо должна вот такая труба стоять есть разные производители в польше в литве в россии не знаю у нас беларусь идет здесь труба в трубу вставляется все через газоплотную резинку и конденсат он течет весь вниз резинка обязательно силиконовая должна быть что происходит здесь происходит следующее когда вы собираете вот таким вот образом то есть здесь в априори газоплотности никакой не может сейчас оставил я до конца и постараюсь вам показать видите даже на камеру просветы если сейчас руку буду вводить смотрите просветы с обратной стороны вернее вот здесь вот я сейчас буду закрывать видите открыли закрыли вот в этот нижний угол смотрите там дешев так ведь я иду трубой и просвет видите закончился есть нету есть нету то есть как раньше выходили из положения потому что такие трубы это довольно новые продукты там 78 они у нас на рынке просто замазывали красным герметиком силиконовым герметиком симпро термостойки который удерживает 250 300 200 30 градусов различные производители дают разная температура да это стоит но это неправильно это мое личное мнение и газовщики со мной согласятся газовые службы вернее кто принимает хозяйство и пожарники что я прав потому что это уже но извините прошлый век палец поэтому я только использую на воздух такие системы снова же труба будет собираться вся конденсату и в итоге у нас через угол 90 войдет такой сборник проходной конденсата для того чтобы конденсат который в шахте внутри трубы отправить его канализацию сейчас покажу вам как он устроен потому что у меня подписчики просили как он все-таки работает смотрите вот здесь вот гайка здесь резьба сюда выводится одевается резьба через муфточку и выводится в канализацию как правило это делать металлопластиковой трубой чтобы сделать красиво как конденсат то есть конденсат ведь этот вот юбка здесь ее уже нету и сюда попадает конденсат и он стекает вот сюда через вот этот вот штуцер видите да то есть здесь сюда уже ничего не проходит я не знаю как они это делают но реально очень технологическое такое изделие видим здесь вообще ничего нету а вот с этой стороны вот этот юбка она там как-то завальцована либо шов зачесали потом заполимерили или закрасили я не знаю и вот в эту канавку попадает и когда на определенный уровень уходит вытекает все канализацию можно поставить как вот так так и вот таким здесь будет он стоять по таким вот образом я вам покажу конечно потом уже смонтируемся во внутрь вставляется тяжело вставим его обязательно ставим все и конденсат который будет он будет стекать вот сюда он не будет уже попадать на котел потому что на конденсационный котлок еще портрет либо металл 316 айси либо пластиковая труба но пластику тоже он есть разный прежде чем купить пластик вы должны разобраться прошла ли труба в первую очередь сертификацию все я не буду говорить про кулебина которые ставят там канализационные трубы 110 диаметра встречаете такое никуда не птица ну ладно мы приступим к работе верхний участок шахты здесь будет утеплен он уже утеплен поэтому количество конденсата здесь будет меньше и мы конечно верхней все закончили мы монтаж дымохода какого вы ответите да конечно дальнего тот который используется для газового котла а это дымоход мы закончили где-то полгода назад это дымоход под камин подписывайтесь на мой канал я оставлю ссылочку внизу для того чтобы вы посмотрели конструктивно как я выходил из положения как отправлял конденсат в топку но об этом еще раз перейдите по ссылочке посмотрите все пошлите вам покажу тебе поближе как сделали дымоход для газового конденсационного котла протерм какая работа была здесь выполнена во первых мы загильзовали трубу под вентиляцию здесь до самого верха до уровня кирпичной шахты идет сотая вернее не сотая 80 труба в обзоре на соседней трубе под дымоход который используется по 316 марку стали также вся шахта загильзована шахта напоминаю из керамзита бетонного блока не важно с какого материала делаете шахту все шахты должны быть загильзованы потому что под каждый тепловой агрегат должен стоять соответствующий дымоход определенно конечно марки стали смотрите дальше вывели полметра трубы участок утеплен для чего того чтобы уменьшить количество конденсата вот это вот перепады температуры не надо а это кондиционный котел протерм то количество конденсата который надо он прочее себя пропустит ну зачем лишний конденсат ему это в это вода будете и так и дальше идет у нас насадка верхняя и колечко уплотнение там герметик внутри стоит насадка верхняя она нужна для того чтобы закрыть от осадков потому что там утеплитель но и обратите внимание что у меня конечно не стоит грибков почему кто подписан на мой канал если вы не подписан подписывайтесь вы знаете в республике беларусь они запрещены если система собрана правильно для газового котла грибки не ставьте и спите спокойно закончили мы каждым охота для вот этого котла гепард протерм конденс то есть кондиционный кондиционный котел конденсатник этого народе что было сделано во первых вот это вставлено переходная переходной адаптер это адаптер пластмассовый производства wild он защелкивается классная вещь потому что на что надо обращать внимание когда вы используете адаптер чтобы вот эта вот вставка была пластмасса вот это может быть алюминия либо есть пластмасса но нельзя чтобы здесь был металл висад съезд что мы сделали дальше дальше было сделано следующее работа то есть под воздух вот эта труба уходит вот сюда вот это сборник конденсата который вам показывал отсюда будет выведена трубка в канализацию он она внизу есть есть да она как раз еще и под если я не ошибаюсь даже для котла и вот эта вставка мы поставили 25 участок и ушли в сторону обязательно делать сухон для того чтобы конденсат стекал вниз закрыли вот таким вот монтажным экраном изначально вообще планировать по-другому сделать я планировал отсюда зайти и с этой стороны зайти то есть запустить трубу одну и вторую когда я приехал посмотрел реально на ситуацию и в итоге но представьте здесь чтобы бомбить стену да как это заходишь или все сделано либо вот в этом участке поэтому было решение пробивать вот здесь заказчик еще о нем не знает но я думаю ни вопросов не будет потому что во первых я пару элементов сэкономил и во вторых я бы себе то же самое бы так сделал а как я работаю я работаю для вас как для себя обязательно чтобы клончик когда вы делать такие системы дымоудаления и вентиляции направлялись вот так цельные углы нигде не пойдет конденсация этих углов поэтому заказчик может вызывать для проверки газовую службу пусть днем за эту эксплуатацию конечно сдастся на него но снова же если возникает проблема всегда не звонят заказчики я их решать мой вам совет конечно лучше брать воздухе шахты чем брать из улицы именно вот для этого здесь воздух поступать все равно как бы не было пока он до низа спускается немножко прогревается все на этом я буду свое видео заканчиваю с вами был дмитрий михайлов comment by подписывайтесь на мой канал комментируйте всем хорошего настроения пока ера 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 ерун